Приветствуем всех на нашем канале Istanbul Dream City. Если вам нравятся наши видео, не забывайте лайк, подписка, колокольчик. Для тех, кто смотрит наши видео на Facebook, благодарим за подписку на нашу страничку и за ваши лайки. Все мы с вами знаем, что гарем османских султанов был закрытой территорией, куда имели право входить только султан и евнухи. Даже государственные деятели не имели права входить в гарем. Так что показанные нам в сериале сцены, где Ибрагим выбирает хюрем для праздников в покоях Сулеймана, не более, чем выдумка сценаристов. У многих возникает вопрос о том, а что же делали султаны во время походов, и кто из гарема их сопровождал. Напомню, что, например, Сулейман провел в походах больше десяти лет. Есть версия о том, что у султанов существовали походные гаремы из наложниц, которые могли раньше никогда и не посещать покои султана. Исходя из этой версии, в такие гаремы брали с собой несколько девушек, которые и сопровождали султана на войну. Тут возникает очень много вопросов. Например, где же содержали этих девушек во время похода, учитывая правила гарема. А теперь еще давайте представим многотысячное войско султана. Могли ли солдаты покуситься на наложниц? Да и каким образом перевозили этих девушек в тех походах, которые длились иногда годами? Тоже большой вопрос. Есть еще одна версия, что на самом деле гарем султан с собой не брал, а сопровождали его в походе лишь служанки, которые готовили еду, покои, в смысле шатеры и одежду султану. Ну, честно говоря, звучит не очень правдоподобно, поскольку, как мы все знаем, даже дворцовыми поварами были мужчины, не говоря уже обо всем остальном. Эта версия тоже очень похожа на выдумку. Еще одна версия гласит о том, что в походы брали уже взрослых женщин и что даже были случаи, что в таких походных гаремах даже разждались дети, которые не признавались членами династии. И удушались сразу после рождения. А все те девушки, которым таки удалось вернуться из похода живыми, либо выдавались замуж, либо получали свободу и покидали гарем. Ну, тоже такая себе версия. Более правдоподобной, мне кажется, версия о том, что в ходе походов захватывались территории, на которых, как вы понимаете, проживали не только мужчины. Женщин брали в плен. Ну, чем не вариант походного гарема? Есть также версия, что некоторые из таких женщин попадали в Стамбул, в султанский гарем. Было ли это на самом деле, сказать сложно. И вряд ли мы сможем когда-либо достоверно об этом узнать. Поскольку, как вы понимаете, найти сведения о том, что было в походах, в гаремных записях топ-капы, не представляется возможным. Да, и записей о том, что девушки из гарема Сулеймана отправлялись с ним в поход, не найдено. Так что, навряд ли это действительно было. Но история знает факты того, что султаны брали с собой в походы своих жен. Например, Боязид I в поход против Тамерлана взял с собой гарем. Он был настолько уверен в своей победе, что посчитал присутствие своих жен и наложниц уместным. Войско Боязида I было разбито. Сам он попал в плен к Тамерлану. По разным версиям, вместе с ним в плен был взят весь сопровождавший его гарем. Есть версия, что в плен с Боязидом I попала лишь его жена Диспина Хатун и две их дочери. Еще одним султаном, который брал с собой в походы и на охоту, был Мехмед IV. Его еще называли Авджим, что в переводе означает охотник. И он действительно очень любил охоту, поэтому часто покидал в столицу. Его наложница, Эмитулах, была настолько дорога Мехмеду IV, что все эти поездки он всегда брал ее с собой. Поэтому ее сыновья, Мустафа и Ахмед, впоследствии ставшие султанами, родились не в Стамбуле. Большую часть времени Мехмед IV проводил вне Стамбула. В его выезды на охоту или в выходы в походы он всегда брал с собой валиде, сестер и часть гарема. Вы только представьте, насколько мирным было сосуществование женщин в гареме Мехмеда IV. Именно благодаря этим поездкам наложницам удалось увидеть разные города и страны, что было совершенно невозможно и неприемлемо во время правления предшественников Мехмеда IV. Мехмед IV практически не проживал в Стамбуле. Находясь постоянно в Эдирне или в походе, и его гарем передвигался вместе с ним. Во время похода шатры для гарема ставили недалеко от султанского. Для перевозки гарема использовали специальные закрытые кареты. Вместе с валиде султан и сестрами султана любимая наложница Эметуллах сопровождала Мехмеда IV, когда тот отправлял войска на войну с Польшей. Эти события сопровождались роскошными торжествами. Напомню вам, что правил Мехмед IV достаточно долго, 39 лет, и было это в период 1648-87 годов, то есть фактически через 100 лет после смерти Сулеймана Великолепного брать гарем с собой в походы стало нормой. А что же касается Сулеймана и его некоторых предшественников, то тут нам остается только догадываться, кто же сопровождал султанов в походах и как это было на самом деле. А как вы думаете, был ли походный гарем у Сулеймана Великолепного и других султанов Османской империи? Пишите нам свое мнение в комментариях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!